СНН, США, российский корабль-разведчик совершает небезопасные маневры у побережья США. Райан Браун, СНН, США, 18 декабря 2019 года. Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» в последние дни находился рядом с побережьем Южной Каролины и Флориды, заявили эти представители. Действия корабля они назвали небезопасными, потому что он не включил ходовые огни при плохой видимости и не реагировал на попытки торговых судов выйти с ним на связь во избежание столкновения. Эти официальные лица заявили, что данный корабль проекта 864 осуществлял другие беспорядочные маневры. Официальный представитель береговой охраны США подтвердил СНН, что его служба через информационный бюллетень морской безопасности предупредила моряков из этого района о присутствии российского корабля и о его действиях. Береговая охрана США получает доклады, свидетельствующие о том, что корабль российского ВМФ «Виктор Леонов» совершает небезопасные маневры у побережья Южной Каролины и Джорджии. Среди прочего, он не включает ходовые огни в условиях пониженной видимости и не отвечает на запросы торговых судов, которые пытаются скоординировать безопасное прохождение и беспорядочное перемещение, говорится в бюллетене. Проходящие в этих водах суда должны внимательно следить и принимать все меры предосторожности, находясь в непосредственной близости от этого корабля. Моряки должны докладывать береговой охране США о любых небезопасных ситуациях, отмечается в этом информационном документе. Наращивание военного присутствия «Виктор Леонов» регулярно появляется в международных водах у восточного побережья США. Он приходит туда ежегодно, начиная с 2015 года. Российское судно обычно действует в Карибском море, в том числе, в районе Кубы и Тринидада и Табага. В то время как российский корабль совершают патрулирование у американского побережья, американский эсминец с управляемым ракетным оружием Росс посетил в понедельник румынскую Констанцию с плановым визитом, о чем заявило командование ВМС. Это сделано в рамках американских усилий по наращиванию присутствия в Черном море и по оказанию поддержки региональным партнерам, таким как член НАТО Румыния. После захвата Крыма у Украины в 2014 году Россия тоже наращивает свое военное присутствие в данном регионе и регулярно преследует заходящие в Черное море американские корабли. Как говорят представители нашего гражданского общества, Крым постепенно превратился в военный лагерь, заявил в понедельник репортером помощник госекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Робдистра, рассказывая о милитаризации Крыма. Напряженность между Москвой и Вашингтоном по-прежнему высока. Несколько дней назад российский министр иностранных дел Сергей Лавров побывал в Белом доме, где неоднократно поднимал вопрос о том, что США могут ликвидировать последний договор между двумя странами в области ядерных вооружений, что приведет к возобновлению гонки вооружений между США и Россией. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.